Прошедший в Молдове саммит Европейского полица общества безусловно попал в центр внимания многочисленных СМИ, освещающих это событие. Однако многие моменты этого мероприятия намеренно остались за пределами зоны внимания журналистов. И получили огласку лишь в социальных сетях, где представлены взгляды на саммит тех, кто в нем не участвует, но тем не менее сполна испытывает на себе его последствия. Этими последствиями является полное пренебрежение со стороны власти интересами жителей самой Молдовы, которые попали в условия многочисленных ограничений в интересах безопасности гостей. Как Кишинев погружается в Еврохаус из-за саммита Макрона? График движения общественного транспорта сменился. Кишинев и Бульбака перекрыты либо металлическими баррикадами, либо желтыми лентами, как на местах преступления. Людям запрещают идти домой по привычным маршрутам. Воздушное пространство Молдовы перекрыто, но не для сил НАТО. Пробки из ленющих превратились в бесконечные. Все это за наш счет, рисует картину происходящего телеграм-канал «Молдавский пистон». Полиция защищает европейские делегации от кишиневских бабушек. Мордовороты в погонах не дают пенсионерам свободно передвигаться по центру столицы. Кому-то нужно в аптеку за лекарством. Кто-то хочет купить батон с кефиром. Велено не пущать. Жители Молдовы привыкайте. Ваше место на задворках, когда европейцы в городе. А властям комфортнее, когда вы сидите по домам. Туда они людей загоняют, рассказывает кишиневский муниципальный советник Сергей Бургуджи. Апокалипсис. Как загнать людей, как скот в квартире, чтобы не мешали боярам пировать, пишет в своем телеграм-канале депутат Богдан Цырдя, добавляя фотографии пустых улиц Кишинева. Чтобы ничего не портило европейскую картинку для дорогих иностранных партнеров, молдавская власть избавилась от людей. Евроинтеграция она такая, пишет канал «Гений Карпат». В селе Китросу на Ваненского района в день Евросаммита запретили выпускать со дворов домашний скот, птицу и собак. Скот не люди. Иди знай, что этим животным в голову придет при виде кортежек. Комментирует сложившуюся ситуацию КП в Молдове. Международный день защиты детей в Кишиневе подписывает видео с пустыми улицами. Телеграм-канал «Мамалыга и Токана», добавляя хэштег «Спасибо, Майя». Просто надо показать, как хороша Молдова без ее жителей. Мы им не нужны, объясняет Людмила Милинская. Пренебрежение к простым людям Молдовы, а также и к тем, кто занят в обеспечении проведения саммита, является темой многих комментариев в социальных сетях. Пакет из двух яблок, хлеб, булочки, бублики и бутылка воды. Таково меню саммита полицейского, который будет два дня на обочине дороги в Ценцерен или Китросу. «Госпожа Ревенко, даже сторожевые собаки не едят этот паштет, а ты даешь его людям. Позор!» Возмущается экс-премьер Ион Кику. Просто нереальное чувство стыда. Железная дорога, у которой хронически не денег на зарплаты работникам, 4 миллиона леев потратила на ремонт и химчистку поезда, на котором доставят зарубежных журналистов из Кишинева в Бульбаку, пишет журналист Светлана Романцова. До визита европейских журналистов скрипучий и грязный поезд тоже был на ходу. Но молдавские налогоплательщики не капризны. Да и после ухода почти всех авиакомпаний, Плебсу важнее хоть как-то добраться до ЯС, нежели сделать это с комфортом. Также отмечает телеграм-канал Мамалыга и Токана. Также в социальных сетях многие возмущаются отношением к простым гражданам Молдовы. «Люди стояли на остановках по полчаса и тупо ждали. У каждого столба полицейские, видимо, чтобы столбы не попадали или чтобы их не украли», рассказывает Наталья Адаму. «Пир во время чумы», констатирует Ивана Иванова. «Да кому они нужны? Автоматчики, снайперы, какой-то ужас», возмущается Александр Каунова. «Мне интересно, в Берлине или в Париже также полгорода перекрывают», спрашивает Александр Прижилевский. «Главное не забыть надеть цак и сделать ку», вспоминает известный советский кинофильм Елена Балога. «Всем пастниц перед белыми господами» иронизирует Георгий Ильях. «Что у вас, перепела или голубцы в виде круассанов? А если гостям понравится, то будет много денег и новое кольцо в нос», пишет Виталий Возной. «Всех с днем защиты детей, а Шапито нас не интересует», напоминает о настоящем, но испорченном празднике Вадим Кремняк. «Пикник на обочине, а нам еще придется разбираться с его последствиями». «И устранять их, как в зоне у Стругацких», подводит итог телеграм-канал «Дежурный по Молдове». «Джурный по Молдове» «О самор排 peut-удot», на «odesoooo» Продолжение следует...